Добрый день дорогие друзья! Мы снова читаем Тору. Сегодняшняя глава называется Масей. Написано в главе Масей, что когда мы перейдем в страну, мы должны изгнать всех жителей той страны от себя. И изображения всякие, истуканов, идолов, всех мы должны уничтожить. Всех литых истуканов и все возвышения, на которых поклонялись им истребители. Даже это касается деревьев, которые использовали для служения идолам. Нам тоже нужно уничтожить. И мы должны овладеть страной, поселиться в ней. И самое сложное, нужно разделить страну по жребию. И написано, что многочисленному дай больше удел, малочисленному меньше удел. Казалось бы бросить жребия, разделить, но не так-то просто. Дело в том, что земля, которую мы получаем, она великолепная. И она с разными климатическими зонами. То есть, есть у нас пустыня, где невероятная жара. Есть у нас горы, есть у нас моря. В общем, невероятная земля. И в одном месте плодоносят шикарные оливки, а в другом месте морской промысел. В третьем ничего не растет в пустыне. И это надо было четко распределить. Как это сделали мудрецы, расходится во мнениях. Но, видно, Егошев запрашивал у Всевышнего ответы и делил. Мы знаем от наших мудрецов, что Егошев воюет 28 лет. Он побеждает 31 кнанейского церя. Так говорит Равескок Зинбер. И у него было время, он делил, получал землю. Мы знаем, что через 14 лет после завоевания земли, мы уже начали отсчитывать годы. И у нас каждый седьмой год теперь, год шмиты, каждый 50-й год, юбилейный год, вот пошел отсчет. А Егошев продолжал еще воевать. До конца он, конечно, и не успел все сделать. И написано, что если мы их не изгоним, то они будут колючками в боках наших, шипами в глазах наших. Вот такое вот. То есть мы должны были так поступить. И Всевышний говорит, если вы так не поступите, как я вам говорю, то как я думал поступать с ними, поступлю с вами. То есть было очень непростое дело. Мы знаем, что Егошев обманул один народ, Гиваним. Они знали, что он праведник. И они пришли к нему в стоптанных башмаках, с чертым хлебом. Он говорит, вот мы издалека пришли к тебе, чтобы ты заключил с нами союз. Он не понял, что они недалеко эти люди живут, чтобы он их не тронул, потому что ему приходилось воевать, уничтожать. И он говорит, да, и он с ними заключил союз. Но потом прошло очень мало времени, и они оказалось недалеко живут отсюда. Но так как Егошева уже им пообещал, то он уже не мог их тронуть. И они стали дровосеками, водоносами этот народ Гиваним. И ему пришлось защищать их потом. В общем, непростое дело было это. Это война. Теперь мы поговорим еще об одной вещи. Значит, Маше говорит Элязару Коэну и Егошеву. Говорит, вот люди, которые распределят землю среди сынов Израиля. Элязар Коэн и Егошев сын Нуна. И так как стоит первосвященник на первом месте, а царь стоит на втором, то мы знаем, что первосвященник более важный человек, чем царь. И теперь написано 10 имен глав колен Израиля, которые распределяют землю. Мы знаем, что колено Риувена и Гада получили землю за Иорданом, а эту землю, которую мы получаем в Строяк-Наан, делится на 10 колен. И очень интересно, есть такие имена, допустим, у колена Биньямина, или от сын Кислона. И от колена Эфраима, вошь Кнуэль, сын Шифтана. О чем нам это говорит? Наши мудрецы говорят. Это глава Беаладха. Значит, там написано, что Эльдад и Мейдад получили пророчество, пророчество в Стане, и прибежал к отрах Маше, и сказал, что Эльдад и Мейдад пророчество в Стане. Это когда Маше просто просит Всевышнего помочь, чтобы не он один нес бремя этого народа, и Всевышний, возьми помощников, 70 человек, раздели на всех твое пророчество, в общем, и будут тебе помогать. И избрали 70 человек по жребию, и два человека остались, которые не попадали в это жребие, и вот такие получили пророчество Эльдад и Мейдад. И кто они такие? Вот наши мудрецы говорят, что Яховед, мама Маше, когда фараон убивал детей, ребят, рождался, его бросали в Нил, топили, то Амрам сказал, что он разводится, и развелся своей женой, говорит, Я буду рожать детей, а фараон будет топить, поэтому я развожу жену, и он развелся. Яховед так не думала. Она развелась с мужем, но она тут же выходит замуж, за будущего вождя колена, с вулуна Эльсофана, сына Парнаха, и рождает двух старших братьев Маше. Одного зовут Эльдад, другого зовут Мейдад. Вот такой удивительный ведраж. То есть она действует, она не собирается, не собирается идти на попятую фараону. То есть она идет наперекор, будь что будет, буду рождать. Всевышний говорит, рождать, рождать. И потом мы знаем, что родился Маше. Потом она, очевидно, развелась с этим парнем, с Эльсофаном, сыном Парнаха, будущим вождем колена, с вулуна, и выходит замуж за своего мужа Амрама и рождается Маше. Тогда до дарования Торы это не было запрещено, потому что Тора нам запрещает жениться второй раз на своей жене, если она была замужем после того, как следующий человек развелся. Но до дарования Торы этот закон еще не был в силе, и поэтому она так поступала. Вот так. Интересный медраж говорит, другой медраж, он говорит, что Эльдат, сын кислона, вождь колена Бенямина это Эльдат, от Мольшин-Цертана, вождь колена Эфраима это Мейдат. То есть, скорее всего, это не пересекающиеся медражи. Так бывает. Один медраж говорит так, другой, и так. Это разные версии. Такая интересная вещь бывает у нас. Потому что Тора имеет 70 лиц, и все они правильные. Трудно нам это всегда, не всегда нам уже это понять легко, но так. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бад Йосиф, Мира бад Аврагам, Роза бад Михаил, Самуил бен Герш, в памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мельдель, Надежда бад Йосиф, за здоровье Светлана бад Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бад Ривка, Полина Перв бад Соня Сура, Лена бад Клара, Женя бад Ида, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Двойра бад Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бад Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бад Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бад Ита, Фира бад Анна, Евгений бен Елена, Леор бен Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бад Белла, Мазл Парнаса Сгула, Ирина батури, Арон Ария бен Ури, За хороший дух Арон Ария бен Двойра, Денис бен Ахум, Авигаль Бат Сара, Парнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина Бат Рая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем всего самого наилучшего, Всем браха, Парнаса Кавана, Мазл Том, Что мы это время не грешили, Учили Тору, До следующих встреч, Надеюсь, Она состоится завтра, В 10.40, До свидания.